Кардиологический центр многопрофильной областной больницы расширил свои возможности. Теперь североказахстанцам проводят серьезные операции не только на сердце, но и на головной мозг в сфере гинекологии и урологии. Новшества ввели в прошлом году, прооперировали порядка 30 человек. Все это бесплатно в рамках ОСМС. Тему продолжит моя коллега Гирим Муканова. С помощью нового ангиографа врачи кардиологического центра начали проводить другие виды операций на головной мозг. При работе с аневризмой сосудов привлекают коллег из Национального научного медицинского центра. Они и обучали наших хирургов новым методом лечения. Принимают здесь и пациентов с острой стадией нарушения мозгового кровообращения. Люди, пережившие инсульт, после операции могут быстро восстановиться без параличей и порезов. Также в этом году с привлечением наших специалистов из Национального кардиохирургического центра мы начали имплантировать сложные устройства – кардиовертеры и дефибрилляторы для пациентов со сложным нарушением ритма. То есть уже в этом году у нас прошло 5 пациентов имплантированных на нашей базе с этими устройствами. Операции проходят также с малоинвазивным доступом, без каких-либо больших разрезов. И пациенты на третьи сутки после операции уже выписываются домой на реабилитацию. Одно из новшеств для врачей кардиоцентра – имплантация стендграфта при аневризме грудной аорты. Это одна из сложных операций. В нашем регионе ее провели уже двум североказахстанцам. Сегодня возможности кардиоцентра выросли. Врачи проводят операции в гинекологии и урологии. Внедрить новые методы могли раньше, но помешала пандемия. Введение локдауна, закрытие городов не позволило нам привезти наших коллег-докторов из Астаны. Допустим, первую операцию мы провели в мае. Потом опять же возникновение пандемии приостановило развитие нашей деятельности на три месяца. У нас была приостановлена плановая госпитализация ввиду пандемии. Но все равно мы оказывали помощь экстренным больным. Остальные операции начали проводить с сентября по декабрь прошлого года. Все они бесплатные в рамках ОСМС. Очередность есть, но небольшая. В течение недели пациент госпитализируется. Планово проходят центры операции на сердце. В 2020 закрытым способом прооперировали полторы тысячи пациентов. Открытым 150. Агири Муканова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.